45-й лыжный мемориал Музрукова прошел на лыжной базе. Традиционный зимний праздник спорта прошел в два дня. На старт вышли порядка двух тысяч человек в спортивных и массовом забегах. Подарком для саровчан стал приезд олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта по лыжным гонкам Никиты Крюкова. Открытие 45-го лыжного мемориала Музрукова прошло торжественно и ярко. От факела огонь соревнований в чаше зажгли именитые лыжники Ирина Хазова, Сергей Шаров и Никита Родионов. После этого старт на спортивной дистанции дал специальный приглашенный гость – олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков. Традиционный зимний праздник спорта прошел в два дня. На старт вышли порядка двух тысяч человек в нескольких забегах. В этом году лыжный мемориал приурочили и к памятной дате – 120-летию со дня рождения Бориса Глебовича Музрукова. Одним из его выдающихся мероприятий – это была, так сказать, организация спортивных соревнований и массового отдыха, связанных с лыжами, секцию, в которую он возглавил сам. Ну и, конечно, мы с вами помним замечательные трудовые и общественный подвиг этого замечательного человека. Отдаем дать памяти ему. В 45-й раз наш мемориал собирает самых юных, уже внубленных сединами, служащих, рабочих, студентов. Это говорит о том, что традиция жива. Это говорит о том, что традиция была заложена правильная. Это говорит о том, что мы сохраним ее в будущем. На старт вышли как саровчане, так и иногородние участники. Помимо спортивных дистанций, в рамках мемориала прошли забеги на 3 и 5 километров в рамках сдачи норм ГТО. Я стараюсь не пропускать это мероприятие уже много-много лет. То есть это такой праздник спорта, праздник встречи. Ну, в общем, короче, как раз спорт норма жизни. Приезжает. Атмосфера великолепная. Организация хорошая. На двухкилометровую дистанцию без учета времени вышли руководители внеев, города и ветераны спорта. В массовом забеге приняли участие все желающие. После этого наградили победителей и призеров спортивных забегов по возрастным группам. Настоящим подарком для саровчан стал приезд олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта по лыжным гонкам Никиты Крюкова. Звездный спортсмен поздравил горожан с открытием мемориала, а после встретился с поклонниками спорта в здании лыжной базы. Для города, тем более для закрытого города, и в связи с этим иметь вот такую хорошую лыжную трассу, там летом роллерную трассу, ну, это достойно. То есть вы должны радоваться, что у вас такое есть. Всегда кажется, что у других есть, а у нас нет. Ну, не ценим то, чего имеем. То есть здесь вот надо вот благодарить, что такое есть. Никита Крюков поговорил с гостями о спорте, мотивации, личной карьере, спортивных достижениях. Полное интервью с лыжником смотрите в программе без комментариев. Во второй день в мемориала Музрукова прошли эстафетные гонки среди всех возрастных групп. Батутисты и Кара привезли медали с очередных соревнований. В Тольятти прошли чемпионаты первенства Приволжского федерального округа по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. За награды боролись более 300 спортсменов из семи регионов. Сравчане отличились в личном и командном первенстве. Варвара Латухова, Варвара Кулькова и Дарья Ермакова выступали за регион в чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа в команде. От Сарова это была самая юная команда в возрастной категории 11-12 лет. Девочкам впервые довелось участвовать в соревнованиях такого уровня. Несмотря на мандраж и волнение, юные батутистки смогли преодолеть себя и заняли второе место из пяти команд. По словам тренера, для первого раза это хороший результат. Они тренировали долго, мы тренировали, наверное, месяца три. Мне результат понравился. Стренивания, конечно, были трудные, но мы хотя бы не прошли чуть-чуть. Но все равно нам было весело, что мы прошли, у нас настроек такой был хороший, но комбинации нас подвели чуть-чуть. От Сарова выступали еще две команды – девочки и мальчики в возрастной категории 13-16 лет. Они принесли региону бронзу и серебро. Для ребят первенство ПФО стало сильной мотивацией работать и совершенствовать свою технику. Понялся большой заряд мотивации делать что-то больше, сложнее, выступать на подобных родных мероприятиях. Девочки, которые вроде бы нашего возраста прыгали сложнее и может чуть легче. Я почти сделала свои самые сложные комбинации. Девочки были очень сильные. Если бы я не упала с манья, я бы могла занять место. Было сложно собраться с мыслью, чтобы сделать все хорошо. А трудности какие-то были? Трудности? Ну, стараться надо лучше делать. Ну, было трудно, ну, для меня именно, потому что я делал среднюю комбинацию, по словам. То есть, и там надо было по лучшему готовиться. Но все равно нормальный результат показать. В личном первенстве золото в копилку региона принес Андрей Полетаев. Он выиграл в прыжках на двойном мини-трампе. Спортсмен уверен, что успех во многом зависит от настроя, собранности и ясного ума. Андрей мечтает сделать большую спортивную карьеру. Заслуженным мастером хотя бы стать. А потом? Чемпионом мира. Дальше уже так, ну, двухкратный, трехкратный уже дальше идет. Дальше олимпийские игры выиграть и все. На чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе участвовали более трехсот спортсменов из семи регионов. В Тольятти саровчане открыли соревновательный сезон. Уже скоро новые старты. Следующий старт у нас, мы готовимся, ну, планируем у нас всероссийские соревнования в апреле. Это планируем, не знаю, поедем пока, еще неизвестно. В этом, в Ярославле всероссийские соревнования, кубок Ярослава Мудрого. И область у нас, первенство области, чемпионат будет апрель-май месяц. Тренируются спортсмены у Александра Абакарова, Анатолия Меньшенина и Ольги Серовой. Ода великому тренеру. В Ледовом дворце прошел первый всероссийский турнир памяти заслуженного тренера Виталия Карловича Михайлова. В боях сразились сильнейшие спортсмены из разных регионов страны. Почетными гостями соревнований стали чемпионы мира. Олимпиад. Заслуженные мастера спорта. Настоящий праздник высокого уровня прошел в Ледовом дворце звезды мирового спорта. Бойцы и, конечно же, зрители собрались на турнире по самбо памяти легендарного тренера Виталия Карловича Михайлова. Такие соревнования прошли впервые. Организаторами стали его подопечные. Своими силами и средствами, давними знакомствами удалось отдать дань многолетнему труду выдающегося наставника. Максим Тарасов и Валерий Трубин сумели все-таки это все поднять. Куда ни посмотри, везде люди, которые действительно уважали Виталия Карловича. Это самое главное. Они пришли поклониться ему. Это, по мне, гораздо важнее, чем просто прийти на могилу. Знаете, здесь дети, здесь память. Для нас, для воспитанников Виталия Карловича сегодня очень такой трепетный, волнительный день. Мы проводим турнир первый в его памяти. И я бы хотел сказать большое спасибо всем людям, меценатам, партнерам, которые помогли нам этот праздник воплотить в жизнь. Всем сегодня желаю посмотреть и насладиться замечательной борьбой самбо. И вы увидите как раз те моменты, чему нас учил Виталий Карлович. Турнир проводился по трем категориям. Спортивное самбо юноши 2010-2011 года рождения в весе до 35 килограммов. Поединки среди юниоров и схватки профессионального боевого самбо. На протяжении всей жизни Виталий Карлович воспитал более тысячи спортсменов, прививая им крепость духа и волю к победе. Его школа жива по сей день в лице воспитанников, которые сейчас тренируют подрастающие поколения нашего города. Люди, которые не помнят свою историю, у них нет будущего. А вы сегодня проводите турнир в память замечательного человека, тренера, который воспитал очень большое количество достойных бойцов, спортсменов, практически целое поколение. Это очень приятно. Значит, у вашего города, у вашего самбо, безусловно, есть перспективы и для дальнейшего роста. Воспитанник Максима Тарасова и Валерия Трубина, 13-летний Максим Качев – единственный саровский участник на турнире. Оттого выступать ему было особенно волнительно. Соревнования у младших спортсменов проводились по олимпийской системе в три этапа. В первом поединке Максиму удалось победить. Виталий Карлович оставал в танго в Сарове. Это первая легенда Сарова. Соперники сильные. Было очень тяжело. Я еле выиграла. Если бы он не выпал за ковер, я бы не сделала боевой. Он выпал, мне дали баллы за ковер, и я выиграл. Во втором поединке соперник Максима оказался сильнее. Юноша получил от организаторов турнира специальный приз за стремление к победе. Соревнования собрали на Саровской площадке сильнейших самбистов России. Сурен Мирзашрафов представлял Рыбинск Ярославской области. Спортсмен выступал в категории профессионального самбо в весе до 64 килограммов. В своем поединке он одержал победу. Турнир очень хороший. Пригласили много народу. Очень приятно, что приходят, вот так болеют, смотрят. Я вот два дня назад с первенца России приехал. Первенца России выиграл, и вот приехал домой. И через пару дней приехал сюда, вес согнал и вышел, подрался. Сейчас отдохну пару недель, или недельку. А потом начну опять готовиться. В октябре я буду готовиться на переса мира на Кипре. В главном поединке вечера сразились заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, чемпион Европы из Кстова Александр Нестеров и мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион Азии по боевому самбо, победитель азиатских игр Дидар Бабаев. Со счетом 30-27 победу одержал кстовский спортсмен. В этот вечер все трибуны Ледового дворца были забиты под завязку. Старовчане пришли почтить память Виталия Карловича Михайлова, насладиться зрелищными поединками. Все присутствующие на турнире – прямое подтверждение того, что дело великого тренера живо и почитаемо всей страной. Продолжение следует...